Палестинские террористы с помощью воздушных змеев теперь охотятся за людьми. Новый способ использования этих приспособлений выявили израильские военные. Подробнее расскажет Сергей Услендер. Террор воздушных змеев продолжается. Вокруг газы полыхают пожары, горят поля и теплицы. Хуже всего, что горят леса, где каждое дерево высажено вручную. Пожарные сбиваются с ног, но успевают не всегда и не везде. Кроме того, палестинцы периодически обстреливают места возгорания из минометов, чтобы не давать их погасить. Когда все попытки арабов штурмовать пограничные заграждения и прорваться в Израиль были отбиты военными, палестинцы избрали другую тактику. Запускать сотни горящих воздушных змеев и так поджигать все вокруг. Оказалось, что такое примитивное устройство, как воздушный змей, ценой всего в 2 доллара, способно нанести серьезнейший ущерб. Власти подсчитали, что урон от поджогов уже превысил расходы на проведение военной операции по отражению попыток прорыва из сектора газа. В правительстве говорят, что все убытки фермерам и жителям приграничных поселений будут компенсированы из государственного бюджета. Для борьбы с новым видом террора в армии создали специальное подразделение, вооруженное дронами. Они перехватывают и сбивают огненных змеев. Это очень непростая задача, учитывая сложность цели, ее размер и непредсказуемость полета. Но мы справляемся. Сейчас идет разговор о том, чтобы привлекать к борьбе со змеями гражданских. Есть очень много людей, которые прекрасно умеют обращаться с дронами и у которых есть своя техника. Впрочем, террористы не собираются останавливаться и на этом. Из газа в сторону Израиля они начали запускать розовые воздушные шары с прикрепленной взрывчаткой. На шарах надпись по-английски «Я тебя люблю». Гражданских просят держаться от них как можно дальше. В ответ военные начали с помощью дронов стрелять в тех, кто запускает шары змеев. В Израиле поняли, что пора переходить в наступление. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Интер.